Всем доброго времени суток, друзья! Сегодня мы поговорим с вами об игре Divinity Original Sin, которую можно перевести как «Божественность, первородный грех». Я уже делал видео «Первый взгляд» по этой игре несколько недель назад, однако после более чем 40 часов, проведенной в ней, я пришел к мнению, что она заслуживает самостоятельного обзора. Ведь Divinity Original Sin — это не просто классическое RPG. Это RPG, которую смело можно отнести к классу изначальных RPG, которые обозначили сам жанр. Самой лучшей характеристикой для нее будет следующее выражение «Первородный грех — это классический Fallout в фэнтезийном мире на современных компьютерах». И поверьте, это не комплимент, это констатация факта. Такой сложной проработанной действительно настоящей RPG не было уже почти 15 лет. Это олдскул в лучших традициях современной графики и геймплея. Но давайте поговорим чуть более конкретно. Divinity Original Sin — это ролевая игра в фэнтезийном мире, где вы управляете несколькими персонажами, а бой выполнен в пошаговом режиме. У игры есть синглплеер и мультиплеер. Оригинальная одиночная кампания предназначена для прохождения как одному, так и с партнером в кооперативном режиме. Сама же игра, кроме одиночной кампании, поддерживает мультиплеер до четырех игроков, то есть для игры вчетвером придется проходить сценарии, созданные игроками, или же использовать мод, который уже появился в Steam и позволяет открыть одиночную кампанию для четырех игроков вместо двух. Хотя разработчики адаптировали оригинальную сюжетную линию лишь для двух игроков, сделано это потому, что в игре, в независимости от кооперативной или одиночной игры, всегда присутствует два главных персонажа, за которых и можно играть. Причем эти персонажи периодически ведут беседы друг с другом посредством диалога, и даже в конечном счете между ними возможен флирт или отношения. Компании-разработчику Larian Studios действительно удалось создать очень глубокий и проработанный мир в ранее созданной ими вселенной Дивинити. Действие Original Sin разворачивается за десятки лет до самой первой игры серии Диван Дивинити. Нам выпадает роль охотников за источником, членов Ордена, который можно обозначить как магическая полиция. Двух героев Орден оправляет на задание по поиску убийцы советника одного из городишек континента Ревелон. По подозрению Ордена убийца мог воспользоваться запрещенной магией, и именно героям предстоит разобраться, что к чему и распутать этот детективный клубок. Однако на поверку все оказывается не просто так, и череда событий втягивает охотников за источником в распутывание заговора мирового масштаба. Мифические создания Властелины Времени утверждают, что конец мира близок, и якобы только герои могут помочь спасти все живое. Так, рядовое задание перерастает в настоящее приключение, где будет место эпическим битвам и конфликтам. Если сказать о сюжете что-то большее, то это неминуемо приведет к спойлерам. А вы этого, уж поверьте мне, не хотите. Игра наполнена огромным количеством текста и диалогов, однако все выполнено в очень удобоваримой форме и подается именно в том количестве, которое необходимо. Как и в Фоллауте здесь нет ничего лишнего. Любой разговор, любое описание имеет скрытый смысл, подсказку и намек. В игре настолько много секретов, что даже диву даешься, как разработчики сумели все это разместить в игре. Сюжет и диалоги интересны, описания и пояснения выполнены мастерски и дают исчерпывающую информацию. Скажу честно, я впервые в игре с упоением читал квест-логи, в которых описывались задания. Сам квест-лог – это идеальная система отслеживания сюжета и событий. Разработчикам браво! Однако, Divinity Original Sin поражает не только тем, что выполнено по всем канонам классических RPG и дает возможность играть в кооперативе. Уровень интерактивности в игре с окружающим миром просто зашкаливает. Игроку разрешено двигать практически любые предметы, конечно, в разумных пределах. Можно ломать и сжигать двери, ящики, передвигать все, что видите, кидаться во врагов бочками, стульями, передвигать вещи так, что это откроет секретные проходы или заблокирует подход врагов. Окружение – это ваш союзник в бою. В игре чертовски здорово реализованы различные поверхности, взаимодействуя с которыми можно изменить ход целого сражения. К примеру, сражаясь с огненными элементалями, позвольте волшебнице использовать заклинание дождя, что потушит огонь на земле, позволит вам беспрепятственно ходить и не поджечь себя и ослабит огненных элементалей, которые попадут под дождь. Ведь, как известно, лучший враг огня – вода. А если у вас есть стрелы, распыляющие ядовитые облака, распылили облако в группе врагов, а следующим выстрелом уже огненной стрелой подожгли это облако и взорвали всех, кто в нем находился. А если кто-то не умер, то наверняка загорелся и сгорит в следующем ходу. А разлитые на земле масло, которое также можно поджечь, или выстрел молнии в воду, в которой стоит враг, уверяю вас, его парализует электрический шок, когда через воду по нему пройдет электричество. В общем, тактических элементов взаимодействие с окружением добавляет массу, а значит ни один бой не будет похож. Что сработало в одном бою, в другом может оказаться смертельной тактикой уже для вас самих. А еще карта не ограничена какой-то одной территории. Здесь можно начать сражение в одной стороне карты, а закончить в противоположной. Вас никто не ограничивает в ваших передвижениях. В общем, как и должно быть в настоящей РПГ. Что касается самой ролевой системы в плане классов персонажей, как таковых жестких привязок к классу в игре нет. Можно создать воина и за пару левелов переделать его в мага. Здесь вы решаете, что и как стоит развивать и прокачивать. Лишь начальный набор навыков дает вам небольшой прирост в том или ином направлении. Не более. К примеру, в начале игры я выбрал воина и играл им, но уже к шестому уровню прокачал луки и открыл возможность пользоваться обилками, присущими только лучнику. Безусловно, опасность гибридного класса заключается в том, что он всегда будет слабее персонажа, который заточен под один класс. Однако и враги в игре бывают разные, и порой возможность использовать разное оружие или умение оказывается куда важнее одного сильного удара по противнику. Что же касается различных атрибутов, то здесь все достаточно привычно для игр этого жанра. Есть и сила, и ловкость, и интеллект и прочие основные навыки. Есть вторичные навыки, которые влияют на уровень владения оружием, магией, крафтинг или торговлю. Есть навыки, которые влияют на диалоги или же возможность взламывать замки или совершать кражи. А также есть определенные перки, которые хорошо знакомы всем, кто играл в Fallout. Специальные возможности, которые игроки могут выбрать один раз в несколько уровней. Эти перки могут давать игрокам определенные бонусы, которые невозможно получить при обычной прокачке навыков. К примеру, возможность лечиться от луж с ядом. В общем, есть над чем поломать голову, когда вы получаете уровень. Для любителей магии в игре предусмотрено 4 школы – земля, вода, огонь и воздух. Все заклинания в игре относятся к той или иной школе, что влияет на их функционал, ведь к привычным повреждениям добавляются еще и специфические особенности каждой стихии, как, к примеру, огненный шар не только наносит урон, но может и поджечь противника. Так и ледяная стрела не только нанесет урон, но и может заморозить, причем оставив ледяную лужу возле противника, на которой можно поскользнуться и упасть, оставшись лежать один или два хода в норкдауне. Однако есть в игре и минусы, которые больше относятся к уровню юзабилити интерфейса, чем самого геймплея. И в первую очередь это касается системы крафта. В игре потрясающая система крафта. Количество рецептов просто умопомрачительное и нигде нет его описания. Все познается методом тыка и логического заключения. Изредка удается найти книги, которые после прочтения дают вам рецепт того или иного предмета. Однако сам крафт выполнен в стиле «перетащите одну вещь поверх другой» и это утомляет, должен вам сказать. Инвентарь не всегда удается удачно отсортировать и приходится таскать вещи по полэкрана, чтобы что-то сделать, начинает довольно быстро раздражать. Хотя, если на это не обращать внимания, то в остальном разнообразность крафтовых вещей порадует любого фаната что-то помастерить. Радует и нелинейность сюжета и квестов, а также возможность быть настоящим ангелочком или подлым вором и убийцей, али грубияном в разговорах с любым персонажем. Игра изобилует заданиями, однако никаких стрелочек и подсказок в каком направлении двигаться вам не дадут. Это не школьная РПГшка на полдня. Это серьезная игра, где игрок сам ищет, изучает и познает. Игра дает вам направление, а уже как туда добраться, вам самим придется разобраться. И должен сказать, что это очень и очень радует. Заставляет мобилизоваться и именно благодаря этому любое выполнение квеста кажется настоящей победой, ведь путь порой бывает так сложен. Отдельно стоит сказать и про движок игры, который является собственноручной разработкой компании Larian Studios. Мир изобилует красками, анимации и эффекты смотрятся очень и очень качественно, и в целом картинка очень радует глаз. Некоторые пейзажи просто завораживают. Конечно, это не CryEngine, но и здесь он не нужен. Игра смотрится достаточно детально и качественно прорисованной со всеми необходимыми наборами современных эффектов. В процессе игры не приходится отвлекаться на графическую составляющую. Нисколько. А порой просто стоишь и разглядываешь водопады и реки. Так живо они смотрятся. Более того, сам движок обладает набором инструментария, который бесплатно доступен с игрой. При помощи него игроки могут создавать собственные моды, сценарии или тотальные конверции. Было бы желание. Я сам им не пользовался и опыта не имею, поэтому не могу объективно говорить про функционал инструментария. Однако его наличие уже является плюсом для игры, тем более такого уровня. По моему скромному мнению, Divinity Original Sin может претендовать на звание лучшей RPG 2014 года. Разработчики сделали настоящий подарок всем фанатам этого жанра. Пока казуальщина косит ряды школьников и шагает по миру, разжижая мозги показушной эпичной, с геймплеем в две кнопки, Larian Studios создала настоящий шедевр. Истинный ответ моде не до RPG-шных игр. Первородный грех — это олдскульная классика, которую не стыдно будет поставить в один ряд с такими шедеврами, как Fallout, Baldur's Gate и серия Ultima. Разработчики не просто попали в десятку, они сорвали джекпот. Divinity Original Sin можно рекомендовать абсолютно всем и каждому, если вы любитель настоящих глубоких продуманных RPG, то вы просто обязаны поиграть в этот шедевр. Как я сказал ранее, игр такого уровня не было уже лет 15. Не упускайте свой шанс поиграть в классику в современной обертке. С вами был Siberian. Подписывайтесь на мой канал и играйте только в хорошие игры. Всем пока!